Итак, друзья мои, привет! С вами снова мы. Сзади меня метро Дубай Саля Хальдин. Это значит, что мы в Дубай. Мы с вами приехали в Дубай. У нас выходная неделька. Отдыхают студенты, отдыхают учителя. И мы приехали в наш отель, но на час раньше, чтобы покушать. Мы помним, что на станции Саля Хальдин. Вот такой ресторанчик есть в Рио. Очень вкусный, цены нормальные. Сейчас с вами пойдем и вкусненько покушаем. Ресторанчик. Все, Наташа уже там. Вещи затащили. Открываем дверь, заходим. Ресторанчик такой прикольный. Смотрите, вот автобус. Видно, все видно. Ай. Все, надеюсь, снимать разрешат. Мужичок приятно кушает. Наталка, привет. Тут, конечно, может музыка нам мешать. Может, она не пиздацию снимет, но ничего. Вот, есть меню. Смотрите, есть соки. Много вариантов всего. Вот. Сейчас мы выберем, озвучим цены и покажем вам. Мы тут были много лет назад и все время проезжаем. Ну, тут разные варианты есть. И такой комбо, и такой. Это, допустим, 115, но это вообще, это много, это прямо на всю семью. Но мы такие крылышки не хотим. Мы хотим что-то нормальное. Вот, рис есть всякий, сделанный, прикольный. От 17 до 31 лодихом. Вот, девочка вкусная. О, еще и свет мне включили. Ну, молодцы, мне это радует. Просто разрешают снимать. Супчики вообще шикарные. От 5 до 15. Вермешали, кому тут ели вкусное, наверное, я ее закажу. От 17 до 24. Наполнение разное всякие. И биф, то есть и говядина, и курица. Ну, свинины здесь, наверное, нету, поскольку это эмираты. То есть много-много всего. Смотрите, филиппинская еда, индийская, китайская. Ну, классно. Мы этот ресторанчик очень любим. И тут еще и парикмахерская хорошая рядом находится. Всякие мельки, фреши. Ну, в общем, кайф, короче. Сейчас будем заказывать. Покажем наш выбор, покушаем вместе с вами. Готовьте вкусняшки. Все, всем, всем счастливо приготовить вкусняшки. Еще раз обращу ваше внимание на эти картинки прикольные. Да, автобусик такой вот, типа, вот, везет нас в Рио. Ресторан называется Рио. И смотрите, что наш выбор. Я буду нудолсы хака. Это не острые нудолсы с бифом, с говядиной за 19 дирхам. Супчики мы не взяли. Наташа будет вот такой биф стейк, говяжий стейк. На картиночке он нижний за 20-23 дирхама. Дальше мы взяли, Наташа взяла манго шейк за 13 дирхам, а я оранжевый апельсиновый сок за 11 дирхам. Ну вот, уже приносят. Смотри, плагает. Особенно в конце мне понравилось. В конце. Что, что, ох. В общем, если вы это все попробуете, я не знаю, что это, ставьте скриншот. Black Plum. Это, значит, черная слива. Вот она и похожа на черную сливу. Я вообще думала, это финики. Вот. Вот. Это повысит вашу сексуальную активность. Так что, у кого с этим вопросики есть, пожалуйста, станция Саля Хальдин, кафешечка Рио. И все. В общем, ну, пробуем, пишем комменты, отзывы. Надеюсь, что поможет. Дай бог вам сексуального здоровья. Тут Наталка вам нашла тоже новый прикольный коктейль. Bulletproof. Доказательство пуля переводится Bulletproof. Не знаю, странно. Ну, короче, активированный уголь. Дальше черная смородина, ежевика, блюберри, голубика. Ну, все ягоды тут показаны. Вишня и банан. Шикарно. Как Наташа говорит, отстрелишь потом и нормально. Будьте наоборот, все нормально, скрипит. Или наоборот, активировать черный уголь. Это что, я даже не знаю. Что-то прикольное название коктейлей. И разные воспроизводители, которые, в принципе, если захотите дома, можно сделать. Цены от 18 до 20 дирхам. Но, в принципе, для Дубая очень даже нормально. Так что, ну, вот вам и будет чем заняться, если ягоды есть. О, уже принесли фрешики такие классные. Такие прямо, не знаю, яркие. Правда, чуть-чуть ты, наверное, в отцвете. Я могу пересесть еще. Не знаю. Ну, нормально и так. Может попробовать. Апельсиновый сможешь попробовать перенять? Нет, не буду. Таш, пробуй. Ну, давай. Так, твой 13 стоит милкшейк. И давайте вот так вот с этой стороны. Вот так вот очень хорошо прям видно. Ну, это милкшейк, молоко и манку мы просили без сахара. И что, Таш, говорит? Класс? Вкусно, вкусно. Ну, отлично. Хочешь попробовать? Нет, давай я свой апельсиновый попробую. Я сейчас пробую свою апельсиновую. Так, что-то мой апельсиновый стоит 11. Ну, в принципе, ну да. Мне кажется, говоря, они такие же цены. Апельсиновый сачок. Люблю его, много витаминчиков. Да. Сладко-кисненький. Даже больше кисненьком, и что радует. Класс. Типа не добавили сахара, да? Не добавили сахара, не разбавили водой. Вот мне непонятно, но у меня не чувствую, чтобы сахар был. Ну, так вкусно. Такой, ну вот. Ну, вот. То есть, если вы за фигурой следите, берете милкшейк, просите, пожалуйста, без сахара. Ромашка умничает. Ромашка. Ну, чего? Сахар полезен. Все приносит уже девочка на шибу. Доставит. Забыла озвучить. Вот рис мы заказали. Ох ты, ох ты, ох ты. Ох ты, ох ты. Ох ты, ох ты. Такая Наташина говядина. Сколько она стоит? 23. Мои нудлсы за 19. Нудлсы с говядиной тоже. И рисик. Рисик. Наташа, давай, предлагаю тебя пробовать, он мне попробует. Вот так что. Друзья, вкусняшки вы приготовили, что пробовать? Я с такой стороны буду снимать, чтобы вам было видно, что Наташа кушает. Они же с мясом какие-то? Да, с бифами, я же сказала. Пошел, просто он удался заказывать вот так вот. Так, давайте, чтобы совсем красиво было. Давай мы наложим? Да. Ну, еще и продолжать. Вот они любят, они в таких рисах. Ну, смотрите, эта порция, в принципе, неприличная. Если бы вот совсем ничего не принесли, наверное, за 6 дирхам можно наесться. То есть, кто совсем экономит в Дубае и привозит друзьям целую кучу сувенин, вот это да. Вы можете поесть. А вот это вот говядинка, надеюсь, что она пропарилась, все классно, Наташа вкусно поесть, и все будет нормально. Да, о, нормально, уже можно снимать. Да, а я буду пробовать нудлс тогда. Пахнет вкусно. Все уже подписчики отметили, Наташа молодец, нюхает еду, будешь дышать. Вообще-то говорят, неприлично так. Ну, почему? Мало ли, а что ты должна? Почему ты должна брать риск на себя? Все вкусно, такой кислый, сладенький, но... Ой, какое мясо мягкое. Мягкое, да? Ну, классно, видите, значит, мясо здесь умеют готовить. А, наверное, все домохозяйки мира знают, что говядину готовить тяжело. Оно не тонет, не тает во рту, но такой классный, слушай, прикол. Ну, все, мне нравится. Ну, классно, потому что мы так и боялись, что ну, мы знаем, что отель находится вот в метро Салях Альдин, где-то 8 минут идти, мы с вами его посмотрим. И, ну, как бы, надо же еще находить не только развязку транспортную, а чтобы купить можно было и воды, и поесть. Правильно? Ну, соглашайтесь в комментах, думаю, это правильно. Кстати, оно же не острое, ты поняла? Да, ну ты же заказала, не острое, а вот у меня, я даже не знаю. Надеюсь, что вкусное и полезное. Так, давайте, выводим камеру на меня. Ты сказала, мне полезное? Полезное. Так, а давайте я вот так вот сделаю. Это мое блюдо. Ну да. Наталка, если ты потом себе возьмешь, все, это я никогда не умела нагребать и палочками тоже плохо. Там просто ешь себе, я к тебе удобно такие езжу. Да, ну что, о, знаете, что еще здесь есть? Смотрите, кроме вермишели и бифа, яйцо, мне очень нравится, яйцо разбивается. Ну и куча шперчиков, ворковых, я здесь вижу. Слушай, ну, положи, приложи свою руку какая-то порция. Порция большая, просто здоровая. Ну как, если человек очень голодный, вы ее, ну, наверное, доедите, я, наверное, если очень голодная, все равно я ее не доеду. А ну? А ну? Прошло два часа, пока не съешь, не уйдешь. У меня это не готовят, да? Мне это ж подобует. Ну, девчонки. Я тебе даже могу поэта предложить свои, пожалуйста. Ой, посмотри, в каких, в розочках. А возьму, возьму эрисиком. Возьми, это попробуй, какая подливка вкуса. Я сейчас попробую. Дуже смачно. Словище не могу прожевать. Ммм, что классно. Красиво смотрится, да? Что красиво? Ты, да? Да, в каком. А, ну, да. А, ну, да. Вообще, врачи, да, прикольно. Мне классно, что они острые, но есть острые биряния, у них есть это китайская, но в основном же это филиппинская кухня. Это ресторанчик филиппинской кухни. Тут же люди и приходят, филиппинцы вспомнят свою родину. Я знаю этого. Ну, да, вот это вот. Или метро. Это метро? Да, да. А я думала, это метро. У них есть метро? Ты думала, это города. Города, зачем сетка такая, как бы. Не знаю. Мы можем метро поставить, что манила. И у нас там такой филиппинский участок. Да? А откуда ты знаешь, что там было? Ну, представляю. Хотя он называется Рио. Рио-ресторан. Бразильский. Нет, это филиппинский. Ну да, мы знаем, что филиппинский. Классно. Я лучше, чтобы Наташа попробовала эту штучку. Попробую, или нет? Да, чё ж не попробовать? Ты мне скажи насчет этого. Насчет мяса. Офигенно классное. Офигенно просто. Реально, про говядину, кстати, офигенно. Потому что и очень тяжело приготовить вкусно. Оно очень мягкое. Оно тает во рту. Как я люблю этот жоп. Оно реально вкусно. Да? Да, но я люблю это. У меня помнишь, я в прошлый раз тоже заказывал. Но мы еще и суп брали. Мы были дико голодные. Назывались кусочки Дубаи. Он только вирус закончился, и мы приехали в Дубаи. Я там и стрижку показывал, и показывал этот ресторанчик. Если найду это видео, оставлю в описании. Оно будет прикольно, приятно посмотреть. Ну, года три назад. Мы только-только начали YouTube-канал вести. Три или два. Два, наверное. А, ну да, вообще-то. Мне кажется, уже лет пять назад. Так что, приятно. Вот такие у нас вкусняшки. Давайте вы покушаете, мы покушаем, и покажем в конце, что осталось. Дума останется немного. Можно сказать. Да. Лук. Это вообще на лук не похоже. Шедевр. Они его так пропитали. Слушай. Классно. Вообще не чувствуется. Прикольно. Ну, то есть у вас классные порции, классные брюна для Дубая. Очень классные цены. Ну, и для Илялия, в принципе, Илялия не столько же бы стоило. Так что наслаждаемся, кушаем. Ну, и потом опять-таки покажем концовочку. Друзья, ну что, случилось чудо, я доела все. Что все на меня не похоже. И так тоже уже справляется своя порция. Ну, то есть все вкусно, классно. И, значит, там на первом этаже ругомойничек, а во втором туалет. Там же еще один. Есть также Wi-Fi, но дается купончик. Вы там будете специальный номер. То есть просто так лайфхак, когда вы разлагинились возле кафе, ну, подходите каждый раз к этому кафе и получаете бесплатный Wi-Fi, а тут не проходит. Ну, еще раз посмотрим интерьер. Красиво обращает нас в Рио. В Рио, которая принадлежит почему-то к филипинам. Гитара на стене. Классный. Надеюсь, эти звездочки горят. Вот такой потолок вообще прикольный. В общем, все классно, нравится. Официанты улыбаются, приятные, ну, чистенько, хорошо. Нам здесь нравится, мы вам рекомендуем это кафе. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, пишите комменты. Еще будет приключение к матери, будем искать. Не волнуйтесь, будет весело.